Добро пожаловать в седьмую серию ультра летсплея Крафтомания на самой масштабной сборке во вселенной В этом выживании ты увидишь Просто нереально бешеные рецепты Это поистине самые глобальные крафты, которые мне только повидалось видеть Куча новых кастомных нововведений Демоническая броня и оружие бесконечности Новый кастомный босс инфинити дракон Легальный дюбальщик ресурсов с сотым уровнем добычи Тонны заводов, состоящих из новых механизмов Источники энергии, вырабатывающие буквально миллиарды электричества в тик Кастомная броня с оружием и десятки улучшений для них, а также куча всего другого Мне просто нереально показать, сколько всего нового вы увидите в этом летсплее Поэтому просто начинай смотреть и обязательно ставь лайкос за старания А также помоги мне, пожалуйста, добить 700 тысяч подписчиков А если ты хочешь поиграть со мной или попасть в видео, то ссылка на Волиленд будет в описании Приятного просмотра! В прошлой серии мы практически полностью прошли мод Дивайн РПГ В целом на базе у нас уже положено начало Тонкрафта Также иммерсив мы уже, можно сказать, прошли Ну, здесь у меня МЕ-система, но и кровавая магия То есть я хочу сказать, что на данный момент мы имеем достаточно хорошую степень развития Но мне снова начинает не хватать энергии Потому что появляются уже более сложные рецепты Мне нужно создавать кучу иридиана Один такой нужно аж 9 миллионов энергии И поэтому я предлагаю в этой серии наконец-то переехать в копательный мир Где все время идет день и солнечные панели, которые являются основным источником энергии Будут работать на полную мощность На данный момент я напоминаю, что мы имеем такое количество солнечных панелей И сегодня я хотел бы создать новый вид, а именно квантовая солнечная панель Но для нее мне не хватает некоторых таких ресурсов, которые, в принципе, добываются в шахте Лазурит, алмазы, а также светопыль Да, светопыль у нас имеется в аду Но благодаря своему замечательному шахтеру из механизма я могу это все дело добыть Сначала я лучше телепортируюсь в какую-нибудь рандомную точку Незера И меня отпыхнула жопа какую-то Потом я добуду один светокаменный камень Камень, блин, светящийся камень Выберу его в фильтр шахтера Присоединяю энергию Обязательно выключаю шелк и запускаю всю эту шайтан-машину А, блин, надо было убрать вот этот фильтр Потому что он начал добывать все руды, которые только имеются Во! И он нифига не нашел никакой светокамень Ты что, серьезно? Ага, ясно, высоту нужно было просто поставить максимально Снова запускаю и он находит 33 светокамня То есть таким способом можно будет достаточно быстро его добывать Ну, здесь, конечно, его мало попалось в этих чанках Но самое интересное, что я могу добраться до самого бедрока в аду С помощью лестницы и жемчуг эндера и бага забраться на самый верх Ну-ка, попробуем вот так О, опля! Обязательно привязываю здесь телепорт, чтобы потом сюда тпкаться И по той же самой схеме буду добывать светокамень Но здесь мне не будет мешать никакой рельеф Кстати, у меня есть целых два шахтера И я могу ускорить все это дело в несколько раз А вот по поводу лазурита и алмазов Их я тоже смогу добыть в Нижнем мире Ведь здесь есть кастомные руды И я могу найти алмазную руду Нижнего мира Или также лазуритовую И вообще они гораздо круче, чем обычный Потому что одна руда Нижнего мира Эквивалентна двум обычным рудам Но прежде этого мне нужно их найти, потому что я нифига не знаю Какой тег именно прописывает шахтер О, 8-мивая тоже, кстати, потребуется А, не взрывайся Алмазная, наконец-то И всего с двух шахтеров я добыл аж столько ресурсов за 15 минут По сути, это отличный способ добывать любые руды, строительные блоки, даже дерево и вообще что угодно Что спавнится в мире Кстати, возможно даже реально добыть спавнер Надо будет проверить А вот, кстати, по поводу переработки руды Делать это мне будет выгоднее всего в индукционной плавильне вместе с обогащенным шваком Ведь в таком случае я буду получать вместо двух алмазных руд целых три штуки Обогащенный швак достаточно сложно создается Но я придумал самую эффективную схему Это с двух пыли перотума и никелевой руды В этом случае выход швака будет где-то 45%, но если мы добавим вот эти три улучшения То швак будет создаваться с 95% шанса В итоге я могу заказать аж 360 алмазной руды И если дальше скопать это все киркой на удачу То я думаю вы представляете, насколько дофига будет алмазов Блин, ну эти... Чуваки опять переехали! Отдам регион писать в ДС, офигеть То здесь были одни владельцы, то потом другие заехали И они сейчас переезжают и опять продают регион, вау Рядом со мной уже люди даже регионы продают Вот это мощно Интересно, за сколько продают? Может мне у них регионы тут купить, чтобы было больше пространства у меня хоть? Кстати, очень классную схему я придумал по добыванию таких руд, как алмазы Здесь у меня стоит 9 размещателей блоков В них равномерно поступает алмазная руда Я просто ее вскапываю и снова ломаю Правда, я хотел делать это автоматически, но автономный активатор уже очень долго все это дело ломает Хотя ломает, это главное Блин, и почему-то я реально не оценил эту схему Правда, я не знаю, как адекватным способом забирать эти алмазы в автоматическом режиме Потому что, например, вот этот приобретатель, он хоть собирает несколько, но не все Потому что они вылетают, блин, оттуда, как из пушки по всем сторонам Даже стекло не помогает Тогда придется вручную здесь стоять и притягивать это магнитом И, наконец-то, для квантовой солнечной панели есть все ресурсы Но нет, нифига, не все Мне не хватает этого долбаного иридия, да еще и сонариума Если что, сонариум это такая штука, которая тоже создается в молекулярном преобразователе за 9 миллионов энергии А за все то время, что я снимаю эту серию, уже прошло, наверное, часа 3, то нафармилось всего 7 долбаных иридия, блин Это реально очень медленно Мне катастрофически нужно переезжать в копательный мир Или есть второй вариант, как добыть квантовую солнечную панель Это получить ее за квесты Да, вы снова подсказали, что, оказывается, квантовую панель я могу получить за какой-то квест во вкладке Таункрафта Я уже чуть-чуть их выполнил, но награды, правда, не забирал, чтобы мы потом на серии это посмотрели И я очень надеюсь, что вы меня не обманули, и я реально смогу ее там добыть Поэтому вперед выполнять квесты А, what the fuck, что происходит? Какой-то игрок прямо у меня на базе, вы посмотрите, какой-то дребедень создал, что я не могу быстро двигаться И она меня просто морозит, ты что, ты с ума сошел? А, это реликвия, ясно, видимо, из ботании Так он еще и древнюю сущность заспавнил и убил сразу, ясно Хотя, стоп, 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 народ, я обнаружил новый информейшн Нафиг мне не надо выполнять эти квесты из Таункрафта Во вкладке с механизмом, как вы помните, я не дозавершил все квесты И оказывается, вот в этих индукционных всяких поставчиках, ячейках Нам в награды дают по две ультимейтные солнечные панели И здесь, и здесь, ну и в самом последнем тоже, скорее всего Один я уже выполнил А, блин, здесь одну ультимейтную дали, ну ладно Еще тут я гибридную получаю И суть в том, что потом эти ультимейтные я уже без проблем смогу объединить в квантовую По этому рецепту Но до последних вот этих механизмов нужно очень уж много кварца Поэтому опять придется его добывать с помощью шахтера И заказываю Но прежде мне нужно будет построить платформу для базы Для которой я, кстати, уже придумал дизайн в одиночном мире Платформа будет состоять из двух частей Это дизайн номер один, а это дизайн номер два Всего используется тут шесть видов таких блоков И крамтятся они не из обычной земли А из разных красителей, которые я добывал из мистических лепестков Благо их можно размножать в молекулярной ферме Также пришлось подобывать костных блоков в аду для костной муки Но самая большая проблема это блоки шерсти Их надо дофига, а у меня даже обычной фермы овец нету Поэтому, чтобы автоматизировать этот процесс Я решил сделать автоматическую ферму шерсти По итогу все строительные блоки у меня готовы И я принялся строить платформу Кстати, запривачено у меня всего девичанков И всех их мне нужно будет застроить С того момента когда я строил эту платформу Пришло примерно полтора дня И как вы думаете, меня уже успели найти Блин, даже в копательном мире подписчики Как вы это делаете, я просто не представляю Но рядом с моей базой уже запривачены Раз, два, три территории Это триндезы И причем они запривачили ее больше, чем у меня Каким образом они это сделали, я не знаю Потому что вот это вроде бы максимум Хотя фиг его на это Хотя один чел специально заприватил этот регион Чтобы мне потом его отдать Блин, благородно Ладно, следующей задачей для меня будет Это перенести МЕ-систему Но сначала построить ее мощный каркас Из контроллеров Чтобы получить максимальное количество Доступных каналов Для этого мне нужно будет построить Конструкцию длиной, шириной и высотой Семь блоков То есть в итоге мне нужно скрафтить Аж шестьдесят восемь МЕ контроллеров И выглядеть все это будет вот так В итоге я даже чуть-чуть изменил Конструкцию этого каркаса Он получился не семь на семь на семь блоков А немного кривее Я бы даже так сказал Потому что поскольку у нас чанк имеет Четное количество блоков ширины и длины То у меня не получилось его красиво впендюрить По самому центру В итоге он получился вроде бы Семь на шесть блоков на семь Чет такое, да И я все оставшиеся блоки Я вставил в его вот это вот промежуток Короче полную, я думаю, вы видите Так тоже можно делать Вообще их и вот здесь везде Можно распихать И будет вообще миллионы каналов Но столько мне не потребуется А внизу я сделаю маленькую комнату Точнее я уже начал ее раскапывать И поставил здесь первый беспроводной соединитель Он будет дистанционно отправлять каналы На какое-то расстояние Например, вот на это И здесь я уже даже начал размещать шины хранения С компрессионными сундуками То есть здесь у меня сохранятся ресурсы Я уже по сути Если сейчас терминал сюда поставлю То смогу иметь к ним доступ Надо, кстати, это проверить Реально работает ли все нормально Итак, вставляю терминал Пока что я еще не решил Каким образом они будут располагаться Наверное, даже на полу Блин, достаточно удобно и прикольно Здесь вон другой Вообще всего терминала Блин, будет, наверное, где-то штук семь Ну-ка и смотрим Да, реально ресурсы уже виднеются Из компрессионных сундуков Причем нифига У меня этих в сундуках ресурсов тут лежало больше, чем в ячейках Правда, теперь я столкнулся с новой проблемой Я поставил еще два беспроводных соединителя Всего лишь два В итоге их получилось три Но потребление энергии мне системой возросло Аж до 1700 еву в тик Тут отображается 600 Потому что, как вы видите, она выключилась То есть ее перестало хватать Тут у меня солнечная панель всего одна Ультимейтная В итоге, короче, пока что Мне невыгодно ставить эти беспроводные Максимум только один И пользоваться опять этими Пи-ту-пи-туннелями Которые очень сложно И 300 лет мне надо думать Чтобы это все поставить Но зато Энергии будет нормально Ну или я могу забрать все свои солнечные панели отсюда Допустим, ту же самую квантовую И все заработает Классно Но тогда и рейди будет медленно создаваться потом Ладно Вперед, в общем Переносить всю МЕ-систему наконец-то А потом с этим разберемся Субтитры сделал DimaTorzok В общем, теперь моя база выглядит примерно таким образом Можно считать, что я практически все перенес Правда, осталось Мод Таункрафта переносить Также экскаватор я тоже не забрал Да и сумеречные порталы Но, в принципе, это будет гораздо быстрее, чем МЕ-систему Вот она была самая сложная Хотя и она полностью не переведена И овечки у меня, блин, тут остались Кстати, шерсть накопилась и заберу Но, в целом, пока что все это мне не нужно Правда? И еще у меня жители тут в ямах теперь сидят Я не знаю пока что, как их перенести Надеюсь, потом разберусь Ну а в копательном мире платформа преобразилась И выглядит вот так Я все сделал, мне кажется, даже гораздо компактнее, чем на той базе было И, блин, там уже кто-то строит МЕ-систему рядом с моей базой Вы надоели? Или, подожди, это не мое? Как будто это я сделал? А тут вообще целую платформу огромную начинают делать Да, и опять, блин, впритык запреватели территорию задолбали Но самое главное, чего я добивался Все солнечные панели сейчас работают на максимум моем объединителе И вырабатывают 8000 евуфтик И это все происходит круглые сутки Ура, теперь энергии завались Правда, пока не завелись, но будет завались А сейчас я бы хотел сделать очень интересную и неожиданную вещь А именно автоматический спавнер, который будет фармить мобов Во-первых, сейчас вы можете заметить, что я нахожусь в защитном костюме из Индастриума Кто не знает, он антирадиационный То есть я могу брать какие-то там плутонии Или обогащенные ураны, которые радиоактивные И мне ничего не будет И, собственно, я не зря надел этот костюм У меня сейчас в инвентаре находятся кусочки плутонии А также топливные стержни И они все радиоактивные Если я сейчас сниму хотя бы одну частичку брони То у меня нафиг начнет убивать радиация В принципе, все, кроме плутония, я могу убрать Потому что потребуется именно он И даже, собственно, он мне даже и не нужен в инвентаре Я просто переносил его с другой базы Я его помещаю в ИМИ-систему Из этих маленьких кусочков плутония Я делаю три полноценные штуки Ведь это последний ингредиент в создании ядра дракона И теперь, что дальше мне нужно будет делать с этим ядром дракона? Дело в том, что у меня есть два вот таких вот телепорта И один из них ведет на спавнер Блейза в ваду И я, правда, не помню, какой именно из этих двух Ну-ка, давайте Эйники, Беньки, Ели, Вареньки Вот это, например Ура! Я попал прямо четко И что у нас здесь имеется? У нас тут есть спавнер, который я нашел, не помню, уже в какой серии Ох ты, нифига, там Блейзов Скелеты и сушители Блин, блин, подожди Мне обязательно надо их убить Ну-ка О, как раз проверим топор собирателя черепов Который мне выдали за квест А, блин, будет прикольно, если бы мне сейчас череп выпадет Ну-ка Убиваем его Убиваем Убиваем И черепа нету А второй? Только второго Сейчас главное не сдохнуть Череп! Ладно, но главной все-таки задачей моей было Это вот этот спавнер Я беру ядро дракона и просто тыкла им правой кнопкой мышки Бамс И он превращается в стабилизированный спавнер Вид существа у нас здесь написано Это Блейз Требует присутствия игрока И еще важное, что уровень спавнера первый То есть, да, действительно, я могу повышать уровень спавнера С помощью всех этих трех ядер И в зависимости от уровня будет спавниться больше мобов Но Даже не то, чтобы спавниться Как вы видите, они здесь нифига не появляются Потому что механика спавнеров на Волилэнде изменена И они просто генерируют ресурсы в рядом стоящий инвентарь Например, тот же самый сундук И как вы видите, мы уже начали эти резы появляться Классно И причем Ха, вместо опта у меня здесь появляются пузырьки с опытом Прикольная штука Из них я могу сделать какой-то дом безграничной мудрости Вау Ну или просто их кидать и получать опт А, они даже не кидаются, а просто используются Ясно Но самая фишка в том, что я могу сломать этот спавнер И он не исчезнет И я перенесу его на свою базу Но я не буду этого делать Я что, дурак, что ли? Ведь если я сломаю спавнер То душа в нем пропадет И мне не будут фармиться резы ни с ифритов Ни с кого другого Пока я не запихну туда душу Благо, душу можно выбить вообще с любого моба Хоть со свиней, хоть даже практически с босса Хотя нет, души боссов придется все-таки крафтить А чтобы максимально быстро выбить душу Мне потребуется зачарование женец пятого уровня Без его я ничего выбить не смогу А зачарование жнеца мне будет очень сложно выбить на обычном чародейском столе Тем более аж пятого уровня Поэтому я решил сделать асматический стол из аддона к тоункрафту Таумик Тинкер Это мега имбовая вещь Ведь она позволяет выбирать чары, которые ты хочешь наложить Но не тут-то и было Вы гляньте на рецепт этого асматического стола Его тоже изменили В принципе, ничего такого сложного Кроме вот этих природных пилонов из ботании Ведь мод ботании я еще вообще не распакивал, а природные пилоны Это практически половина, блин, этого мода Но не беда, ведь из чата я узнал, что оказывается Я вообще не смогу на асматическом столе выбить зачарование жнеца Но оказывается, я все равно его могу получить во вкладке Драконик Эволюшн того же Таункрафта И вот он здесь красуется Только у меня не хватает какого-то аспекта Крафтим И, так сказать, покупаем жнец Процесс значительно упрощается Правда, мне опять уже срана ботания, блин Раз уж так, тогда начнем развивать ботанию В принципе, мне потребуется всего один камень дракона Поэтому будет не так сложно Первое, что я сделал, это перенес руническую матрицу И алхимические печки на вторую базу Далее мне нужно было как-то добыть первую ману Ведь в моде ботания именно на ней все и завязано Добыл я самые первые ее капельки с помощью дневного цветка Он вырабатывает ее за счет обычного дневного света Еще один плюс копательного мира, ведь здесь всегда день Но он просто капец какой непроизводительный Также я сделал чистые маргаритки для создания жизни камня и жизни дерева Что позволило мне сделать хранилище маны А точнее бассейн и передатчики маны-распространители Поэтому, как только я накопил 400 единиц маны Сделал манопорошок и скрафтил нормальный цветок Водогортензия И даже с тремя цветками мана уже поперла гораздо быстрее Но после добавления еще 15 гортензий реально почувствовалась скорость Кстати, вы вообще знали, что можно красить бассейны маны? Я вообще впервые это увидел Но так как ботания это мод, где постоянно нужно добывать все больше и больше маны То новые возможности я сразу пускаю на создание цветков гурморелисов Тут уже потребовались руны, создающиеся на руническом алтаре И это самый геморрой, который я не люблю в ботании И вот, наконец-то, гурморелисы готовы Теперь из них мне нужно будет построить эффективную ферму А поскольку они вырабатывают ману, поедая любую пищу То это будет достаточно необычная схема Моя задача сделать так, чтобы через определенный промежуток времени Раздатчики выкидывали жареную картошку Крафт, который я уже автоматизировал А чтобы предметы выкидывались через каждые 3 секунды Я поставил песочные часы и запихнул туда 3 песка Артстоун провел с помощью реднет кабеля Но вы просто прикиньте, эти гурморелисы настолько много вырабатывают маны Что она просто не успевает обрабатываться и переходить с помощью этих распространителей Причем я даже поместил на них совмещенную линзу маны эффективности потенциал Которая делает распространители еще более эффективными Но даже этого не хватает Потому что мне придется делать распространители маны более высоких уровней Их, кстати, здесь на воле лэнде еще 5 кастомных, помимо обычных Блин, эти гады просто берут и воруют у меня ману, кидая алмазы в бассейн Почему это не запрещено? Вот эрыды, пошли отсюда Сколько эту ману, блин, тут вырабатываю Они ее просто берут и крадут, гады такие А, кстати, по поводу поставки картофеля Я сделал очень классную схему Как видите, здесь я разместил импульсные предметные трубы И также поставил сундук Куда шина экспорта из МЕ-системы постоянно крафтит жареную картошку Благодаря вот этой карте создания А дальше картошка уже идет по всем раздатчикам И разумеется, эту схему можно все больше и больше расширять И мана будет очень много Но пока особого смысла нет Потому что у меня даже распространители, как я сказал, не справляются Но даже с учетом этого у меня уже мана нормально так поперла И вы просто не поверите Только на этом этапе я вспомнил Что в предыдущих сериях я же получал всякие ништяки из ботании Выполняя квесты из других модов Соба... Ты все... Он всю ману спер... Ты говнюк пошел отсюда Я ее копил, а он все... Вот ироды... Блин, как мне сделать, чтобы этого нельзя было делать? Вы пошли отсюда... Пошли отсюда! И оказывается, мне сейчас не нужно было все это делать У меня, конечно, нету камня дракона Мне его не выдавали Но мне выдали слитки террастали Блин, а как раз таки к ним же я и стремился Ведь из них я могу сделать ядро эльфийских врат Далее природные пилоны И из этих всех ресурсов теперь мне нужно построить портал в эльфеем Я могу его визуализировать с помощью лексикона ботании Теперь все это чудо мне надо активировать Поместив в эти два бассейна ману И вы снова не поверите Я опять забыл, что мне еще давали, оказывается, и распространители за квесты Причем в стандартной ботании это самые крутые распространители маны Они очень много переносят ее Поэтому давайте я попробую, допустим, заменить вот эти два распространителя О, и они теперь, в принципе, кстати, справляются Ману все переносят А два распространителя я поставлю рядом с бассейном Один будет из бассейна досывать ману и перемещать вот сюда А другой вот сюда Правда, сейчас я прям подумал, а нафига я это делаю с помощью распространителя Если я могу использовать искры, блин Искра, это потрясающая штука, которая очень быстро переносит ману из одного бассейна в другой Но, правда, я вспомнил, что для нее еще требуются дополнители А их как раз-таки нужно создавать на этом портале Поэтому, ладно, просто ждем, пока маны здесь перенесутся Я точно не помню, сколько нужно маны для того, чтобы активировать этот портал Ну, ладно, пока подождем О, и я узнал, что, оказывается, нужно всего по 100 тысяч маны в каждом бассейне И, по идее, теперь я могу активировать И делаем это Ииии... Да, он активировался Ман, кстати, потратилась Ну-ка Да, реально, по 100 тысяч потратилась Ха, прикольно Итак, теперь для создания камня дракона мне всего-то нужно просто ки... Да уйдите вы отсюда Сейчас заперут, блин, мой камень дракона Кинуть сюда... Да можешь уйти, а? Кидаю мана-алмаз и получаю камень дракона Только мне надо их побольше лучше сразу Да, давай-давай-давай А мана, кстати, тратится вот в этих бассейнах, по идее Или нет, или она вообще не тратится Мне лишь осталось добыть эндерняк для рецепта Который я сделал из песчаника, наполнив его эндериумом А также жидкую эссенцию телом, потенция и мета Которую я достал из этих предметов Итак, все ресурсы готовы Жидкая эссенция тоже И осталось только выбрать меч, на который я буду накладывать это зачарование Я выбрал свой халитовый клинок, который получил за квесты Он у меня уже зачарен на остроту, прочность отдачу Правда, жалко, добычи нету Но так как мне в чате подсказывали, что я могу накладывать этот чар абсолютно на любой меч Не только из мода драконик эволюши То я выбираю его Правда, появилась еще новая проблема Я обнаружил, что нестабильность этого рецепта уже уровня сильная А как мы помним, у нас имеется всего в таункрафте 6 нестабильностей А так как я раньше готовился только к средней нестабильности То давайте я под свои матрицы поставлю больше мерцающих грибов Которые как раз таки помогут мне избавиться от этой проблемы А там я всех просто взял и закрыл А, сидите, дебил Все, я думаю, теперь точно все готово Можем запускать процесс Ой, хоть бы все нормально Э, подожди, подожди Подожди, почему-то он хочет наш нет зачаровать Что ли, первого уровня? Опа-на, походу я сразу не смогу аж на пятый зачарить И мне придется это все делать постепенно Блин, а я-то думал Ё-моё, это гораздо больше аспектов Тогда и мне рецепт нужно будет Ю-ху Пожалуйста, надеюсь, что все нормально И да, реально, у меня жнец всего первого уровня Но чтоб вы понимали На первом уровне Из очарования жнец дает только одну десятую процента шанса Что выпадет душа с мобов То есть мне нужно будет убить где-то тысячу мобов Чтобы она выпала Это очень много В принципе, вот таблица с шансами на разных уровней жнеца Где мы можем заметить, что шанс также повышается на оружиях из драконика Самая большая вероятность выпадения души будет на драконьевом посохе со жнецом пятого уровня А против мирных животных процент, кстати, вообще поднимается до одного И пять миллионов лет спустя я успел накопить все нужные аспекты Даже я гораздо больше, чем требуется, сделал этой жидкой эссенции Поэтому давайте баночки забираем Ресурсы снова расставляем И запускаем чарование халитого клинка уже на второй уровень жнеца Кстати, пока я все это делал, я еще успел, знаете, что сделать? Пояс пропитания Пришлось достаточно прогеморройствовать Потому что там куча разных рун из ботании Используется Но за то, что эта штука делает Мне порекомендовал это один подписчик После того, как я надел этот пояс То у меня автоматически теперь съедается еда Которая находится в худбаре В данном случае картофель И я снова избавился от того бага на съедение еды Ой, слава тебе, господи, спасибо большое Второй уровень есть Третий уровень Четвертый уровень И, оказывается, я, кстати, не заметил, что За зачарование каждого уровня Помимо жидкой эссенции и предметов У меня еще и опыт забирают Смотри, бамс Минус два уровня, вот гад А, нет, минус три и минус четыре, походу, будет Да, вот гады, а И, внимание, последний, пятый уровень Готов Да Вот подтверждение, что халитвый клинок реально на жнице пятом И отныне я могу убивать практически любых мобов С которых может выпасть душа Ну, разумеется, например, обычные овцы мне не нужны Хотя нет, и овцы тоже нужны, потому что с них шерсть падает Да, в принципе, было бы круто выбить душу практически с любого моба Можно их вообще коллекционировать И, в принципе, на Лоли Лейди это очень дорогая вещь И постоянно души продают, покупают и торгуются ими Главное, чтобы мою душу не выбили Но тысячи иванчелу навряд ли кто-то убьет И в ускоренной перемотке я попробовал поубивать большое количество животных в копательном мире И в итоге Да что? What the fuck? И даже минуты не прошло после моих слов И мне сразу выпадает овечка Вау! Вау! Вот это прикол, конечно! Ну-ка, а если я еще поубиваю? Ха-ха! Еще и свиная душа! О! И курица в итоге вышла! В общем, по итогу у меня получилось выбить души практически всех мобов копательного мира Ладно, на корову я больше времени тратить не хочу Хотя ладно, последних четырех попробуем И... нет, не выпало Теперь эту душу я просто могу впикнуть в тот самый спавнер И с этого момента в нем будут фармиться ресурсы именно того моба, которого я поместил Но делать этого я не буду Потому что тогда у меня пропадут Блэйзы А за кадром, а также в следующих сериях Я постараюсь выбить мобов из других разных модов А с вами был Иван Чел, а все! Ты на мой канал подпишись Ты забыл оформить подподписку Ты оформи ее А также лайки поставь